Всем привет! Сегодня я покажу вам свой обычный день. Видео полностью настоящее, ничем не приукрашенное, и сняла я его в первую очередь для того, чтобы через несколько лет пересмотреть и вспомнить, как же я жила, какими были мои рабочие будни и чем был наполнен мой день. Просыпаюсь я около восьми утра. Рядом всегда будет мой кот Чак. Сборы на работу у меня никогда не занимают сильно много времени. Рано я встаю, скорее для того, чтобы делать все медленно и не торопясь, потому что сумбурное суматошное утро портит мне весь день. Сейчас в 80% случаев я не крашу глаза. Все, чем я пользуюсь из косметики, это крем, консилер, гель и щеточка для бровей, бальзам и карандаш для губ. Иногда Чак остается спать с Вадиком, но сегодня он как будто специально приковывает к себе много внимания. На завтрак я практически всегда ем ужин, специально себе редко что готовлю. Например, это могут быть остатки вермишелевого супа и яйцо. Запиваю я почти всю еду простой водой. И у меня с вечера готов обед на работу в контейнере. Быстренько соображаю, что надену и какие украшения нацеплю. В прихожей у меня есть две небольших коробки с шарфами и шапками. В них не всегда все умещается. Шарфы это настоящее спасение в Петербурге в межсезонье, потому что погода вообще непонятная. Может идти дождь, потом может пойти снег, потом может начаться ветер и заболеть можно в любой момент. И я вышла из дома и потихоньку двигаю в сторону своей работы. Но сначала я пойду кое-куда еще. Пока я еду, ехать где-то мне час, бывает чуть меньше, бывает чуть больше, я чаще всего либо читаю, либо смотрю фильм, который заранее скидываю на телефон. Мне не нравится ехать и просто сидеть в интернете или соцсетях. Я прям чувствую, как бесцельно провожу время и от этого портится мое настроение. Поэтому уж лучше тратить время поездки на что-то интересное и вдохновляющее. Я еще не снимала видео о своих проблемах со спиной и вообще здоровье, но если говорить кратко, мне обязательно нужно ходить в бассейн и в спортзал. Поэтому я купила абонемент в клубе, который находится недалеко от моей работы, в шаговой доступности и хожу туда либо утром, либо вечером. Работаю я с 11, поэтому чаще всего получается ходить утром. Спасибо моему самому чудесному дизайнеру Дарье Федотовой за эти прекрасные спортивные лосины. Они, конечно, совершенно непривычны для меня, но такие удобные, что я безумно полюбила их. В зале я делаю небольшую пробежку, потом упражнения на руки, ноги, спину и после этого иду плавать. Где-то в 10.50 начинается мой рабочий день. Я работаю оператором ПК в книготорговой компании, а если конкретнее, в ее подразделении в книжном магазине. Я нахожусь и в зале, и на складе, и за компьютером, и не за компьютером. В принципе, делаю, можно так сказать, все. Мне нравится это место тем, что здесь очень спокойно, не играет никакой музыки, замечательный коллектив и, в принципе, атмосфера легкая и гармоничная. Плюс довольно здоровские обязанности, и каждый день развивается твой мозг, потому что ты напрягаешь память, ты видишь новые книги, новые пособия, ты при всем при этом не простой консультант, а практически машина, которая разбирается во всей имеющейся у вас литературе. И еще из плюсов у нас большие окна. Заканчиваю я где-то в 7 или 8 часов. Сейчас уже темно в это время, и приходится в свете фонарей идти домой. В этот день мне очень повезло с погодой. Дождя и каких-то осадков не было ни утром, ни вечером. Поэтому я доехала в очень хорошем настроении. Путь из лифта, и, конечно, меня встречает наш кот. Я умываюсь, переодеваюсь, создаю вечернюю уютную для себя атмосферу. Обязательно ковыряюсь и пишу в блокнотах, потому что очень-очень это люблю. И на работе у меня тоже есть для этого специальные блокноты. И сейчас у меня приобретены две книги про рисование акварелью и гуашью, которые я иногда полистываю и читаю, чтобы, опять же, вдохновиться и узнать что-то новое. Примерно в 10 часов вечера мы включаем проектор. Иногда смотрим фильмы, иногда стримы, иногда сами играем во что-нибудь на джойстиках. Но одно я скажу точно. Нет ничего уютнее и круче, чем проектор. К полуночи, может быть чуть раньше, может чуть позже, я засыпаю. Так заканчивается мой день. Спасибо, что посмотрели видео. Наслаждайтесь своей жизнью и любите ее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok